Приветствую вас. В психологии существует такое понятие, как два вида заболеваний. Вирусные и психотоматические. Так вот, ваше заболевание и заболевание ваших родных очень сильно тянет на как раз психотоматическое. То есть, я конечно не знаю, от чего умерли ваши родные, но одно могу сказать точно, что нужно разбираться, нужно смотреть, нужно анализировать и что-то вы в своей семье делаете совершенно очевидно не так, что-то в своей семье вы делаете совершенно очевидно неправильно, что-то в своей семье вы делаете однозначно во вред себе и своим родным. Вот, то есть, здесь, ну вот, мне кажется, что очень-очень всё нужно так грамотно исследовать, на мой взгляд. Вот, и смотреть уже, что с чем связано. Вот, обратите внимание на то, что вы свой вопрос, по сути, не озвучили, да, то есть, вы не задаете вопрос, то есть, чего хотите от психологов непонятно. Вы описывайте ситуацию, как бы жалуетесь нам, это безусловно понятно, вам тяжело, ну, а делать что дальше будем, ну, не совсем ясно, не совсем понятно. Вот, поэтому, вопрос, пожалуйста, да, вот, это первая, вторая история, вторая история, значит, очень важно определить, вот вы чувствуете что, когда, ну, ваши родные, да, уходят, болеют, все далее, то есть, что вы чувствуете, вот, именно чувствуете, что, знаете, как бы, если вы, допустим, нуждаетесь в них, если вы, вот, ну, как бы, боитесь, боитесь, допустим, что останетесь одна, не знаете, как вы, там, будете жить, например, без них, или что-то еще такое в этом плане, вот, то это история про ваши потребности, это история про ваши желания, это история про то, как вы себя чувствуете, насколько сильно вы нуждаетесь в своих близких. Если вы, соответственно, боитесь того, что случится что-то с вами, случится что-то с, значит, вашими родными, то это уже, на мой взгляд, история совсем другого плана, на мой взгляд, это история о том, что вы не чувствуете себя свободной, история о том, что вы не чувствуете себя какой-то защищенной, да, ну, как бы, до конца, да, вы не чувствуете себя такой. И, на мой взгляд, это ключевой момент в данной истории, на мой взгляд, ключевой момент в данной ситуации. Вот, мне кажется, что нужно все-таки, вот, выяснить, что же вас больше всего в этой истории беспокоит, да. То есть, как бы, если вы переживаете за своих родных, просто переживаете за своих родных, да, вот, то помогать, конечно, нужно, безусловно, помогать, снимать какие-то острые состояния, безусловно, необходимо, но, на мой взгляд, на мой взгляд, это не решает проблему в целом, а в целом проблему решить только то, если вы позволите родным, да, то есть вот, ну, вашим родным самим решать свои проблемы, если вы позволите родным самостоятельно справляться со своими трудностями, если вы позволите своим родным как-то вот двигаться к решению проблем своих, да, и оставить их в определенный момент их в покое. Вот мне кажется, что именно такая история позволит вам выйти из этой ситуации, в которой вы сейчас находитесь, с честью и уже как-то более, более качественно себя контролировать и управлять собой в этой ситуации. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, я вам желаю удачи и надеюсь, что ситуация с вашими родными образуется, и вы все-таки будете счастливы.